Решил я прикупить к своей паяльной станции STGT 12956, состоящей из одного паяльника, прикупить еще паяльный фен. Не так уж и часто, но без него бывает, никуда. Выбор мой пал на текущую модель по причине раздельной регулировки оборотов вентилятора и температуры выдуваемого воздуха. ПРУФ ПОКУПКИ. Посылка приехала ко мне с момента оплаты за 15 дней вот в такой упаковке. Под пленкой скрывалась коробка непосредственно с феном. Содержимое коробки. Корпус прибора металлический с тонкой жестью, лицевая и тыльная сторона пластиковая. Разбираем блок управления и на лицевой стороне корпуса нас встречает одна единственная плата. Лицевая часть платы с индикатором, кнопками и регулятором оборотов. Микроконтроллер. С тыльной стороны устройства вблизи сетевого разъема встроен предохранитель на 10А, разбирал, посмотрел. Есть дополнительная возможность подключить заземление. В подставке для фена есть магниты, на фото они залиты термоклеем. Проверил, отвертка притягивается. Фен реагирует на магниты в двух положениях, сбрасывает температуру и отключает нагрев. И продувается еще какое-то время. Если положить неправильно, нагрев не отключится. В дальнейшем на дно корпуса внутри, скорее всего, придется закрепить что-то тяжелое, потому что корпус легкий, не исключено его опрокидывание на сторону фена. Фен не разбирал. Не думаю, что конструкция там отличается от предыдущих поколений. Ради интереса измерил сопротивление в холодном состоянии запасного нагревателя, оно составило 80 Ом. Проверим точность уставок температур. Нашлась у меня термопара от какого-то мультиметра. Проверим точность измерения на чайнике с кипящей водой. Пусть погрешность будет примерно 5 градусов. Хотя, возможно, что измерение термопары будет нелинейным на более высоких температурах, но мне убедиться в это ни на чем. Термопара подносилась непосредственно к выходу самого широкого сопла из набора. Обороты вентилятора установил на максимум. Прибор выдает максимальную температуру в 480 градусов, 200 градусов, 300 градусов. Выше не рискнул, начала плавиться термоусадочная трубка на подводящих проводках термопары. Потребление фена, судя по вот этому прибору в щитке, составляет примерно 400 ВТ, 1,7 А на фен, 0,9 А на компьютер со всей периферией. Но это не точно. Ибо показания постоянно прыгали от 2,5 А до 1,4 А, но в среднем держались на отметке 1,6,1,8 А. Условия измерения. Температура на максимум. Обороты вентилятора на максимум. Прибор понравился. Дальнейшая эксплуатация покажет все болезни и недостатки. Уровень шума, издаваемый феном, практически не отличается от уровня шума фенопаяльной станции Лакей 868, на работе есть такая. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok